Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я в своей жизни сделала лютейшую хуэргу. Как вы знаете, я много делаю всякого бреда на то, что я сделала совершенно недавно. Это просто, знаете, это покорило все вершины хит-парада днища-парадов. Я как задолбали на ручные ногти, я ничего с ними не могу делать. И сейчас я буду их, короче, снимать сама дома. Что-то за... Пожелайте мне удачи. Как вы уже могли догадаться, вот этот вот сверхвеликий разум секси-мозг додумался до того, чтобы взять и сделать домашнее снятие наращивания ногтей. Да, весьма тупо. После этого я подумала и решила, что все пути ведут в ТикТок. Нет, не потому что тупо, а потому что в ТикТоке можно посмотреть на новые дизайны для маникюра, ибо ходить вот с этим вот непотребством... Кстати говоря, посмотрите, насколько плохо это выглядит. Это выглядит ужасно. Мои ногти никогда не выглядели хуже, а я много чего с ними делаю, даже сама наращивала. И эти вершины ногтевых историй привели меня в пучину ада в ТикТок. В ТикТоке я нашла огромное количество внезапно очень плохих видео. Настолько плохих, что даже слово плохо не подходит. Они просто отвратительные. Людейшая хуэрга. Прям как то, что происходит в моей жизни. И глядя на эти замечательные видео, а ТикТок он же как построен? Когда ты смотришь какой-то бред, тебе этого бреда все больше, 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 больше. Я поняла, что я погрязла в этой днищинской пучине. И пора возрождать легендарную рубрику. Бум. Днищий парад. Когда я открыла ТикТок, я поняла, что мой случай не настолько печален, потому что вот. Короче, со 100% будет какой-то трэш, потому что мне просто скинули это видео и сказали записать реакцию. Смотрите внимательно. О, я уже вижу, что там. Просто как это могло произойти? Просто как? Даже когда я делала себе наращивание, оно, конечно, у меня отвалилось на следующее утро, кто видел это видео, тот поймет. Но как, черт возьми, как можно делать наращивание таким образом, чтобы внутри у человека оставался непросохший гель? Да просто как? Как она ходила? Она ходила, брала что-то своими ногтями, а не делали боль? Короче, скорее всего, очень много геля вложили. И все это очень просохло вообще. Это похоже на какую-то сосиску, которую разворочили. Зачем брать сосиску и ковыряться в ней? Я не знаю, зачем брать ноготь и ковыряться в ней? Нет, я понимаю, оно выглядит жутко. Максимально крипи история. Это очевидно ужасно. Но это все равно хуже даже, чем то, что я сделала. Ставьте лайк, если вы хотите продолжение этой рубрики, потому что, поверьте, видео здесь очень много просто кошмаров. Фармим лайки как можем. Рекордсменкой по отказу мытья головы стала женщина из Вьетнама. По имени, не заставляйте это выговаривать, просто... Гуэм Тьи Динг. Просто прочтите. Она не мыла голову с 19 лет. И не потому что... Оооо. Просто захотелось. А потому что... Просто посмотрите на это, на нику, рэда вообще здесь происходит. Это же похоже на... Гуэхи Динг. На что это похоже, ребята? Просто не могу понять. У меня есть много предположений, на что это похоже, но наверняка не могу сказать. Так что уверена, что у вас будут достаточно интересные вариации. После каждого мытья у нее очень сильно болела голова. Когда она обратилась к врачам, никто ей не смог помочь. Поэтому девушка перестала мыть волосы. И не делает это уже 64 года. Я понимаю все. Все-таки мы говорим с Фарами про бабулю. Но все это еще азиатская бабуля. Знаете, что есть у азиатских бабуль? У них есть парики. Почему бы просто не побриться на лысо и не носить парик? Вот типа ходить с этой хуэргой гораздо лучше, чем носить парик, я сомневаюсь. У меня на голове сейчас лютейшая дичь. Потому что я сделала неудачное окрашивание. Об этом я рассказала в моем инстаграме. Но как бы я поэтому ношу парик. Но почему она не носит парик? Есть что, норм? Я просто не понимаю, что это за херня. Ресниц нету. Девушка, ну вы не переживайте. Мы вам сделали только снятие, потому что вы опоздали. К сожалению, времени больше на вас нет. В смысле вы хотите сказать, что я вот так сейчас пойду без ресниц? Вы мне сняли последние ресницы? А вы мне сняли последние ресницы? Я опоздала предположительно минут на 50. Но вы сняли последние ресницы? О нет, последняя ресничка. Просто трилогия. Драма в двух частях. Ну мы же с вами договорились. Либо снятие делаем, либо ничего. Вот так вот. Либо снимать и делаем, либо ничего. А вот нефиг опаздывать на 50 минут, тупая ты женщина. Я ненавижу людей, которые опаздывают в салон. Ты приходишь такая в салон, ждешь там своей очереди. И тебя задерживают на 10, на 20, на 30 минут. Иногда я ждала в салоне по 50 минут, потому что какая-то женщина до меня, что вы думаете, опоздала. И в итоге я опоздала, и другие клиенты опоздали. И в итоге это просто коллапс. Коллапс. Фееричная мракобесия. Так, значит, вы не будете наращивать ресницы или нет? Я не буду вам ничего наращивать. Наращивай, я сказала, мне ресницы. Наращивайся. Ты посмотри, мразь какая. Ты будешь... Ты посмотри, мразь какая. Наращивай мне ресницы, я сказала. Я не буду тебе наращивать ресницы или нет? Нет, я не буду ничего наращивать. Девушка, вы успокойтесь, пожалуйста. Не буду я успокаиваться, это что еще вообще-то? Ты что вообще снимаешь? Девушка. Я не знаю, что дальше произошло с этим человеком, который снимал. Ну да, такая клиентка это катастрофа. Если у вас были стрёмные истории салонов красоты, пожалуйста, поделитесь. Я, если не знаю, даже не знаю, что делать на месте этой бедной, бедной максимально девушки. Потом я зашла в аккаунт этого человека и я поняла, что это был пранк. Знаете, какая моя реакция была, когда я узнала, что это пранк, и эта девушка сама себя отыграла от имени клиента? Потому что я понимаю, что такая ситуация может произойти. Фу, вы видели? Это ужасно. Это прям как в первом видео, то хуже. Как они это делают? И зачем ты сделаешь себе такое покрытие, пойдешь гулять? Я не знаю, сделаешь как-нибудь вот так в дыщ, и у тебя отсюда будет сочиться какая-то жажа. Это же ужасно. Фу, давайте еще раз посмотрим. Эти цветы томсик, я считаю, свой вопросик. Посмотрим мои видосы, я свои эмоции, мои ногти цветы томсик. Это ужасно. Посмотрите, это похоже на гной. Почему это так жутко? Я не знаю. Кошмар, ужасы просто маникюрных салонов. Да, мой маникюр все еще уже не кажется мне таким отвратительным. Правда, еще дожила я заранее здоровья тому человеку, который будет это исправлять. Ах да, это же буду я. Тикток забит людьми тысячи челов конченых. Девочка хочет просмотров и корчит рожицы. Две пары хромосом на одну голову. Я не знаю, почему ты попал в эту подборку, но я считаю, что это самое место в нищей параде. Девочка попала в тикток. Две пары хромосом на одну голову. Не, мой тикток, конечно, не менее кринжовый, чем вот это все. Но мне нечего сказать, кроме слов. Две пары хромосом на одну голову. Мы с вами практически подобрались к топ-3 сейчас. Четвертое место днищей парада. И что же это у нас будет, давайте посмотрим. Нет, я все прекрасно понимаю, но какого черта она делает наращивание ногтей на телефоне? Не, я понимаю, что возможно некоторые люди настолько богаты, что могут позволить себе делать наращивание ногтей на картинке, которая открыта на смартфоне, не иронично. Но это же полный трэш, зачем? Зачем? Давайте залезем в комментарии, что пишут люди. Люди пишут, вы ногтевую пластину не подготовили. О, господи, какой кошмар, экран же реально плоский. Как ты можешь объяснить кому-то, как делать наращивание ногтей на плоском, блин, экране? Окунаю кисть во флюид и очень тщательно прижимаю фригель к ногтю. Обязательно проработать зону кутикулы. Обязательно проработать зону кутикулы. Поизбежать от слоя. Затем я удлиняю. Вау, чтобы избежать от слоя. У меня ногтевое ложе и еще раз окунаю кисть во флюид. Почему это выглядит настолько отвратительно, объясните, я не понимаю. Я не понимаю, это очень отвратительно. Это четвертое место, это очень заслуженно, хотя этому, наверное, было бы можно поставить топ-1. Кстати, обязательно после этого видео напишите, какой бы фрагмент всего этого мракобесия потрясающего вы бы поставили на первое место. И вообще, какой был у вас хит-парад, потому что я максимально охренела. Чтобы она не глипла к материалу. Разравнивала. Чтобы обойтись минимальным опилом. Сушу бланде. Она реально направила сушилку на айфон. Да что с тобой не так, женщина? Даже я до такого в своем ютубе не опускалась. А я познала много днищ. Я познала много днищ на этом канале. Я словила вьетнамские флешбеки, потому что было сделано действительно много ужаса. Кто бы говорил, но говорю все еще я. Потому что мне есть что сказать, кроме слов. И я говорю слова. Мягкотелый мракобес. Я могу говорить странные слова без передыха. Не иронично. Возможно, кто-то из вас спросит, почему это на третьем месте. Ты пришла на маникюр. Сделала маникюр. Тебе сделали классный маникюр. Ты отдала за это много денег. И ты просто нажимаешь на свой ноготок, и он делает обдыщ. Я считаю, что это отвратительная работа. Но, в принципе, именно так у меня было, когда я сама себе ногти наращивала. Только я сама себя с этого деньги не взяла. Я ни с кого денег не взяла за это. А кто-то бы взял. Что маникюр-то выглядит вроде неплохо. Я, конечно, не эксперт. Но, по-моему, оно выглядит не так. Срата, как был, например, в первом видео или видео с зеленым. Матерь, божья, ногтем. Но оно реально разломалось от элементарного нажатия. И это определенно топ-3. Но топ-2 будет гораздо хуже. Видео-доказательство того, что волосы все-таки нужно. Я вам сразу скажу. Вот сейчас будет плохо. Я понимаю, что я уже начала смотреть видео. У вас не было видеоряда. Потому что это будет очень плохо. Я вас предупреждаю. Если вот вы из тех людей, которые могут проблеваться, пожалуйста, не смотрите пункт 2. Переходите к пункту 1. Потому что это отвратительно не иронично. Видео-доказательство того, что волосы все-таки нужно расчесывать, не ложить. Я просто не понимаю, в какой момент жизни эта девушка пришла к такому решению, чтобы никогда больше не расчесывать свои волосы. Я не представляю, сколько нужно их не расчесывать, чтобы дойти до того, что видим мы с вами прямо здесь, дорогие мои друзья. ...спать с мокрой головой и вовремя приходить на коррекцию. Через 2,5-3,5 месяца. Работа, кстати, не моя. Я лишь... Очень хорошо, что это не ваша работа. Было бы странно, если бы вы сразу делали реакцию на свою же собственную работу. Сделанную настолько плохо. Хотя я, конечно, не уверена, но мне кажется, что тут изначально все было плохо. Потому что если посмотрим на размер этих капсул, они мне кажутся достаточно большими. Глиентка говорит, что наращивала волосы 2 месяца назад, но я-то вижу, что наращивала... Да, 2 месяца назад. Это как та женщина, которая 64 года волосы свои не мыла. Видимо, у этой тоже проблемы. Только у этой, наверное, от того, что она расчесывается, голова болит. Она их, наверное, года полтора. Спустя 4 часа гнездо... Вы это видели? Как этот мастер? Да что с ее руками? Они, блин, золотые. Приходи ко мне на канал, если ты смотришь это видео. Это же просто жесть. Как вы это сделали? Я не понимаю. Это же просто. Из такого ужаса она сделала ей офигенную кореху. И девушка получила каре в трофей за свою безалаберность. Каре в трофей за свое мракобесие. Честно, мне кажется, вот этот человек, он реально святой. Как хорошо, что я не работаю в сфере обслуживания, в сфере красоты, потому что если бы я работала в этой индустрии, увидев вот это, я бы просто побрила человеку на лысо. Чтобы в дальнейшем неповадно было. Ну, реально, это святой человек. Я надеюсь, ей дали хороших чаевых. Кстати, вы даете чаевые, когда ходите в салон или нет? Если даете, то сколько обычно? Ребята, топ-1. Я проиграл, и мне дали задание нарастить себе ногти. Я не понимаю, почему Влад на топ-1. Честно, я думала, здесь должно быть что-то другое, но ладно, давайте посмотрим. Кстати, Влад, привет, мы с ним знакомы, если что. Наматывай много своего скотча. Бумеранг. Теперь осталось лаком накрасить. Ладно, я вспомнила, почему. Потому что это примерно похоже на то наращивание, которое я делала себе сама. Я, так сказать, нашла с моего саулмейта. Посмотрите, насколько это ужасно. Это просто катастрофа. Но зато это очень годный лайфхак, если вы на самом деле хотите здесь делать быстрое наращивание, хотя попробовать посмотреть, как вы будете с этим добром ходить. Ходить с ним придется. Я именно поэтому мои ногти это спилила, потому что не вынесла давление. Сейчас посмотрим на реакцию моей подруги. Как тебе? Ага. Мочка Трикс. Давайте еще раз послушаем ее смех, потому что мне смешно с ее смехом больше, чем с этого видео. Почему она так смешно смеется, что происходит, мама? Что ж, дорогие друзья, это был Днища парад. Мы целый год, а то, может быть, два не снимали эту рубрику. Если вам она понравилась, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте присылать мне самые странные, самые всратые тиктоки, которые вы только найдете в сфере красоты и всего, что связано с бьюти в мой инстаграм-директ. А я вас всех люблю, всех целую и желаю вам только хорошего маникюра. И не отрастите себе гнездо на голове.